Добрый день, жители Бойерки и жители Киево-Состошинского района. Сегодня я хочу поговорить на тему, которую мы в уходящем году опубликовали, конкретно это коррупция в Киево-Состошинском отделении полиции. Было проведено несколько встреч с начальником Главного управления области Небетовым Андреем Анатольевичем, а также с руководителем нашего Киево-Состошинского района, начальником Евтушенко Валерием Викторовичем. Значит, результат встреч очень, я считаю, хороший, потому что на эту проблему, которую мы пытались показать, обратили внимание, и обратили внимание серьезно. В разговоре с Валерием Викторовичем мы пришли к знаменателю, что надо уже действительно наводить порядок в этой сфере ритуальных услуг. Со своей стороны он подал запрос в областную раду, кто имеет полномочия заниматься такой деятельностью, а конкретно функция это транспорт, который предоставляется по закону бесплатно, это доставка тел умерших до отделений патанатомии и судебно-медицинской экспертизы. Значит, был получен ответ, что это прератива органов местного самоуправления, после чего было письмо на нашу раду, где Валерий Викторович конкретно дал запрос, существует ли у нас такое коммунальное предприятие, и если нет, то когда оно будет создано. Значит, получил ответ, что такое предприятие у нас есть, и оно имеет все полномочия проводить эту деятельность бесплатно, и имеет возможность ее проводить бесплатно. Значит, со своей стороны Евтушенко Валерий Викторович собрал весь состав, так как информация, она как сито, закрытая информация, растекается, продается, и может многими сотрудниками полиции продаваться. Поэтому было в актовом зале собрание всех следственно-оперативных групп, следователей, всех патрулей, и объявлено, что если кто-то из них будет брать деньги, будет замечен в этом, сядет в тюрьму. Значит, на все вот эти вот письма, которые были, начальник полиции Евтушенко Валерий Викторович дал ответ, что письмо на Раду, что они будут при необходимости вызывать наш транспорт коммунального предприятия и пользоваться условиями, так как по закону про охорону справа этим занимаются специализированные коммунальные предприятия, а работники полиции только сопровождают их. При этом, получив это письмо, вы должны быть уверены в том, что коммунальные предприятия специализированные, они не являются монополистом на рынке ритуальных услуг. Они по закону выполняют свою социальную функцию, то есть это бесплатная доставка тела умерших. Но при этом никакого обязательства, обязательного оформления на этих специализированных предприятиях нет. Вы можете обратиться к тем, кому уже обращались или к тем, кому считаете нужным обратиться. Это очень важный момент, который вы должны для себя запомнить. Что хочется еще добавить. Те посты и статьи, которые были выпущены, начали распространяться по интернету. И я был неприятно удивлен, когда увидел, что в Ирпенском регионе подхватили нашу проблематику и начали писать, что я якобы неосторожно дал комментарий в отношении их ситуации на рынке ритуальных услуг. На что хочу дать опровержение, что никаких неаккуратных комментариев я не давал. А мало того, что я знаю, кто там занимается данными услугами. И семья королей, которых обвиняют в коррупции, они уже больше 10 лет работают на этом рынке и никогда не слышал никаких претензий к ихней деятельности. Так что я попрошу мою репутацию не очернять и не писать каких-то нелепых постов, что я что-то комментировал. Я вам ничего не комментировал. Спасибо большое за внимание. Будьте внимательны. Проверяйте документы на адресе. То есть там, где произошло горе, если родственников нет, то есть соседи. И соседи также должны поинтересоваться у ритуальной службы, чтобы они предоставили документы, на каких основаниях они приехали и как они получили эту информацию. То есть эти вопросы не надо бояться задавать. Задавайте их смело и получайте ответы. И не попадайте в руки мошенников. Спасибо большое за внимание.